Развитие малого и среднего бизнеса в интересах города. Программы поддержки предпринимателей как на Ямале, так и в Новом Рингое реализуются уже не первый год. Гранты и субсидии помогают бизнесменам реализовать задуманное. На полученные деньги можно приобрести оборудование или возместить расходы, вложенные в собственное дело. Глава города Иван Кастагриса и его заместитель Алексей Гарпинченко зашли в гости к предпринимателям, получивших финансовую поддержку. Опыт ведения бизнеса у Валерии Меденко небольшой. Её предприятию всего два месяца. Грантовая поддержка в размере 300 тысяч рублей оказалась не лишней. Валерия приобрела аквариумную витрину, в которой поддерживается естественная среда обитания жителей морского дна. Дикие устрицы, анадары, крабы. Теперь у новоуренгойцев появилась возможность отведать дары Японского моря в свежем виде. Очень, конечно, тяжело, потому что ты молодой, и тебя никто особо вследствие не воспринимает. Есть многие трудности, если здесь с нашим отдалённым городом. То есть тяжёлая транспортировка, хранение. Также, в принципе, открыто само по себе тяжёлое в этом городе. Но, в принципе, всё вроде передали такие самые главные проблемы. И сейчас остаётся только развиваться и идти дальше. Заместитель главы Алексей Горпинченко пробует свои силы на тренажёре нового спортклуба «Р2 Спорт». Меговые дорожки, октагон для смешанных единоборств, 22 кардиотренажёра. Всё рассчитано для максимального комфорта посетителей. Люди с ограниченными возможностями также могут пользоваться услугами спортивного зала. Для тех, кто только учится ходить после травмы или инсульта, это находка. Потому что таких машин здоровья в городе больше нет. Пока человек шаг не сделает, то есть один из режимов есть. Человек сделал шаг, дорожка тогда пододвинулась. Как только ушёл за определённую территорию, дорожка опять останавливается, опять же, пока человек делает шаг. Открытие бизнеса для семьи Наумовых – дело привычное. Этот спортивный клуб – второй на их счету. Несмотря на опыт и знания всех тонкостей предпринимательской деятельности, финансовая поддержка им всё равно не лишняя. Светлана Наумова получила грант на развитие бизнеса и субсидия на возмещение коммунальных услуг. В течение года мы собираем счета фактуры, все документы, акты выполненных работ. И потом мы это всё прикладываем и подаём на получение этого гранта. Что я хочу сказать? Что хотя бы эти деньги потом можно обратно же вложить в те же коммунальные услуги, в ту же электроэнергию. Поэтому я считаю, что всем нужно обращаться, кто занимается, кто работает. Собирайте все документы и подавайте. Иван Костогрис также посетил спортивно-метательную студию «Робин Гуд». Глава города обсудил с предпринимателем все тонкости бизнеса и пути его развития. Василий Валов планирует проводить соревнования по арчери-биатлону, где вместо привычного нам оружия используется классический лук. Все разноплавные, кстати, все три предприятия, которые мы посетили, они все очень разные услуги оказывают сегодня жители Нового Рюмбоя. И очень важно, что эти услуги оказываются на очень высоком, хорошем, качественном уровне. Что хотелось бы всегда получать в результате того, что создаётся на территории Гонда. Не просто там серенький какой-то объект, лишь бы люди пришли. С 10 июня по 22 июля в городском департаменте экономики проводится приём документов на участие в конкурсах, предполагающих несколько видов помощи. Грант предусмотрен для начинающих предпринимателей. Тем, кто в бизнесе давно, могут возместить часть затрат на модернизацию своего дела. Тамара Джанхотова, Богдан Жиделев, Служба новостей «Импульс».